Физкульт привет, друзья и ученики! Это третья часть видеоролика о инсулине, в которых мы с вами говорим о том, как грамотно управлять инсулином, самым мощным анаболическим гормоном. О том, как с помощью инсулина мы можем с вами делать следующее, чтобы мышцы наши росли, а жировые отложения сохли. Да, действительно, если грамотно питаться и тренироваться, понимать основные принципы, влияющие на выброс инсулина, мы можем целенаправленно наращивать сухую мышечную массу. Подчеркиваю, сухую – это очень и очень важный момент. Многие не задумываются о том, что именно инсулин регулирует то в нашем организме, куда организм направляет питательные вещества. А мы с вами из первых двух частей данных роликов понимаем, что именно инсулин направляет питательные вещества к клеткам нашего организма. И вот как раз-таки умение манипулировать выбросами инсулина в нужные для нас с вами моменты, а в другие моменты, когда нам выброс инсулина крайне противопоказан купировать инсулин, именно таким способом мы можем все составы, все вагоны с питательными веществами направлять именно в мышечные клетки. И полностью блокировать, ну полностью не получится, но по возможности максимально блокировать поступление питательных веществ в жировые депо. Что получается? Получается, что вы будете набирать мышечную массу и при этом худеть. Звучит как фантастика, мистика, но это возможно, и именно тем, кто понимает эти принципы или удачно попадает в них, как раз-таки и отличаются от всех остальных. Те, кто выглядит максимально мощно и сухо, не всегда сидят на фармакологии. Просто-напросто грамотное понятие всех процессов, происходящих в нашем организме, связанных именно с инсулином, и приводит к таким хорошим результатам. Естественно, большинство людей не воспринимает такую информацию по простой причине, что люди не хотят думать о том, что они глупы, что они что-то не понимают, недопонимают. Поэтому они троллят, хаят, все, что только угодно. Я рад, что подписчики моего канала совершенно другие люди. И пусть нас не так много, но мы с вами пытаемся постоянно развиваться, постоянно прогрессировать. Не только физически, духовно, но и интеллектуально. Это радует. Что было в первой части серии роликов про инсулин? Мы с вами говорили о гликемическом индексе и гликемической нагрузке. Мы поняли, что не всегда, а зачастую постоянно гликемическая нагрузка отличается от гликемического индекса. И это тоже очень важно понимать. Для тех, кто не знаком еще с этими понятиями, хотя они самые распространенные на данный момент и в интернете, и в различных журналах, настоятельно рекомендую прочитать мою статью «Инсулин» или посмотреть первую часть данного ролика. Естественно, гликемический индекс сам по себе один только. Не будет ориентиром, и вы не сможете понимать всех принципов, как работает инсулин. Почему? Что такое гликемический индекс? Гликемический индекс – это показатель. Показатель, как быстро поднимется сахар крови после приема углеводов. После приема пищи, скажем так. И действительно стопроцентный факт, что те, кто следит за гликемическим индексом продуктов, которые он употребляет, которые он потребляет в течение дня, естественно, лучше прогрессируют того, кто за этим не следит. Доказано, что продукты с низким гликемическим индексом быстрее и дольше насыщают нас с вами. То есть мы не так быстро хотим повторно есть. Но как раз-таки вот здесь на первый план и выходит инсулиновый индекс, о котором мало кто знает и вообще мало кто слышал. Поэтому во второй части я вам показываю, чем отличается гликемический индекс от инсулинового индекса. Мы уже сказали, да, что гликемический индекс – это показатель того, как быстро поднимается глюкоза, сахар крови после приема продуктов. Но сами продукты могут влиять на выброс инсулина. И вот как раз-таки, какое количество инсулина выбрасывается после приема тех или иных продуктов – это показатель инсулинового индекса. Но даже понимая все это, многие не понимают или не хотят понимать и даже не пытаются вникнуть в процесс, что продукт, который вы съели, может поднять вам очень быстро сахар крови, может поднять уровень инсулина тоже быстро. Но мало кто знает, что после приема определенных продуктов выбрасывается огромное количество инсулина, но через какой-то промежуток времени. Вот в чем кроется краеугольный камень и почему многие бьются головой о стену. Простой пример со всеми нами любимой молочкой, к примеру, с тем же творогом. Да, гликемический индекс у продукта, то есть как быстро повышается сахар у него – низкий. Но инсулиновый индекс молочки, любой, особенно и творога, это касается и йогуртов, очень высокий. И когда вы съели творог вечером, то часа через 2-3 произойдет мощный выброс инсулина в кровь. А из первых двух частей роликов мы знаем, что нам с вами выброс инсулина нужен только максимальный, после тренинга. Как раз таки для того, чтобы наши мышечные клетки получили питательные вещества, а не жировые. Это опять-таки к вопросу о том, нужно ли после тренировочное питание, белково-углеводное окно. Для тех, кто раньше не понимал, и кто говорит, что оно не важно, что мы в течение дня все равно потом наберем, это правда. Но если вы не закроете вот это так называемое белково-углеводное окно сразу после тренинга, не сделаете ничего для того, чтобы уровень инсулина после тренировки подскочил максимально, вы не будете добиваться максимальных результатов. Ваше тело не будет стремиться к тому, чтобы набирать мышечную массу сухую, при этом не набирать жировых отложений. Понимаете, почему большинство людей просто-напросто не могут набирать мышечную массу без того, чтобы не набирать огромное количество жира. Потом, когда они худеют, они худеют опять-таки за счет жировых отложений, но также теряют и мышечную массу. И зачастую у людей это происходит непропорционально. То есть набирают они, к примеру, 3 килограмма мышц, ну это шикарный результат, но даже примерно 3 килограмма жира. В общей сложности набрали 6 килограмм. Потом худеют, к примеру, да, и худеют, теряя при этом, скажем, 5 килограмм. Думают, что осталось 1 килограмм мышц. Но когда смотрят в зеркало, фотографируются, результат их не радует. Почему? Потому что если было набрано 3 килограмма мяса и 3 килограмма жира, повторяюсь, это все очень условно, но когда вы будете возвращаться к своему обычному рациону питания, вы потеряете 4 килограмма жира и всего 1 килограмм мышц. Это шикарный результат, но у большинства происходит наоборот. Теряется больше мышечной массы, нежели жировой. Вот все вы и в стопоре, и думаете, что что-то вы не так делаете, а делаете вы не так всего лишь, неправильно питаясь. Понимаете? Очень крайне важно понимать и успешно принимать свои знания, применять их на практике. Это очень-очень важно. Мало обладать огромным количеством знаний. Если вы не умеете их применять, если вы не понимаете, как их применять, то вы не будете прогрессировать. Возможно, даже будет регресс. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что если неправильно питаться, не следить ни за гликемическим индексом, ни за гликемической нагрузкой продуктов, естественно, если не брать во внимание инсулиновый индекс, можно провоцировать у себя огромное количество выбросов инсулина в течение суток. И к чему это может привести? Это может привести к резистентности к инсулину. Это когда наши клетки перестают воспринимать инсулин. Тогда организм выделяет его еще больше, еще больше. Понимаете, что происходит? А инсулин, как вы знаете, несет питательные вещества к клеткам. В таком случае он будет нести больше этих питательных веществ именно в жировое депо. Потому что так, к сожалению, устроено эволюционно природой, что если у нас какие-то сбои, мы всегда будем набирать больше жира, нежели мышц. Излишек мышц нам просто не нужен, это не функционально. Быть большим именно в плане мышечной массы и сухим, это крайне неудобно для нашего организма. Потому что требует больше питательных веществ к мышечным клеткам, требует больше энергозатрат. Организм наш не уверен, что вы будете постоянно его подпитывать. Тем более с уровнем жизни большинства людей, когда никто не следит за своим питанием, как часто они питаются. Понимаете, все это я вам рассказываю для того, чтобы убрать миф о том, что калорийность суточная на первом месте. Нет, друзья, калорийность при таком грамотном подходе отходит на второй план. Конечно, она тоже играет важную роль. Но в первую и самую важную роль, то, на что нужно обращать внимание, это на инсулиновый индекс и на гликемический индекс ваших продуктов. Также в предыдущих роликах мы с вами узнали, что не только пища влияет на инсулиновые выбросы, вообще на инсулин. Мы узнали о том, что аэробный и анаэробный тренинг также влияют на выбросы инсулина. Также влияет именно на то, какие клетки будут получать в первую очередь питательные вещества, жировые или мышечные. Мы узнали с вами, что частый силовой тренинг, когда вы тренируетесь каждый день, а я сейчас говорю о натуральном тренинге, вы будете понижать чувствительность к инсулину в мышечных клетках, повышать ее в жировых. То есть больше питательных веществ для себя будут брать именно жировые клетки. Это касается и классического кардио. Понимаете? И вы сейчас, кто постоянно следит за моими роликами, или кто набегами смотрит их, особенно те, кто критиковали мою систему, мою философию, мой подход к натуральному тренингу, который называется спираль, о том, когда я вам всегда говорю, что нужно, чтобы силовая часть вашей тренировки была максимум 50 минут, а лучше меньше. Но подчеркиваю, именно силовая часть тренинга. Мы не берем в это время, не включаем время, необходимое на разминку, на общую и на специальную. Кто не знает, посмотрите, у меня очень много статей и роликов по разминке. Разминка бывает как общая, так и специальная. И именно эти два понятия крайне важны для того, чтобы грамотно, правильно тренироваться, чтобы ваша тренировка укладывалась в необходимый временной промежуток времени. Если вы этого не понимаете, ваша тренировка растягивается на долгий срок. Что происходит после того, как вы силовую часть тренинга затягиваете больше, дольше 50 минут? А происходит следующее. Чувствительность к инсулину в мышечных клетках резко падает. Вы уже сами догадались, где она повышается. То же самое происходит, если вы после силового тренинга объединяете, еще плюсуете к этому аэробный тренинг. Особенно долгие классические тренировки. Когда вы позанимались, пожали, поприседали, а потом 40-50 минут крутите велоэргометр, либо делаете какое-то другое нудное, классическое, тупое кардио. Кардио, вообще само понятие неправильное. Не тренируется сердце от кардио. Это все миф, чушь и ересь. Друзья, если вы хотите делать кардио, делайте грамотное кардио. Грамотное кардио – это интервальное кардио не больше 20 минут. Что такое интервальное кардио и как грамотно его делать, тоже есть статья, есть видеоролики. И нельзя объединять в один день кардио и силовой тренинг. Старайтесь, чтобы это было в разные дни. Если между ними будет еще и промежуток отдыха хороший, это еще лучше. Многие жалуются, что мы не можем ходить в зал каждый день, чтобы приходить отдельно на силовую тренировку, отдельно на кардио. Тем не прекрасно, друзья, классическое кардио отличается от интервального кардио. Что интервальное кардио вы можете делать дома, вообще абсолютно в каком угодно режиме. Вам даже для этого не нужен какой-либо кардио-тренажер. Можно использовать что угодно. В конце концов, можно просто приседать. Вариантов немерено. Просто найдите мою статью или ролик, посмотрите принцип интервальной кардио-тренировки. И вы самостоятельно сможете подбирать для себя кардио-тренинг. В любом варианте. Со скакалкой, со снарядом, без снаряда. При помощи кардио-тренажера любого. Или вообще без тренажеров. Этим и прекрасно интервальное кардио. Понимаете, как много всего зависит и влияет на выбросы инсулина. И многие могут подумать, что это все очень сложно, что это какой-то темный лес. Нет, друзья, на самом деле все очень просто. Изучите просто материал. Не пробегите его глазами, а вдумайтесь в то, что вы слышите в видеороликах, или то, что вы читаете. Я настоятельно рекомендую после того, как вы просмотрите все три части этого данного материала, найти на моем сайте HMG статью, которая так и называется «Инсулин». И все это прочитать. Я, как и большинство, больше и качественнее воспринимаю информацию, когда читаю ее, нежели когда слушаю. Когда слушаю, у меня почему-то появляется возможность мозга думать еще о чем-то другом. И если мои мысли о чем-то другом тоже интересны, я иногда не слышу то, что слышу. Извините за какую-то автологию. Ну что, друзья, давайте закончим уже тему с инсулином, с гликемическим индексом, с гликемической нагрузкой, с инсулиновым индексом и послушаем третью часть серии роликов. Но если вы только пришли на мой канал или столкнулись с видео о инсулине с третьей части, можете его посмотреть, конечно. Но лучше вернитесь к первой части. Посмотрите первую часть. Вдумайтесь. Она наверняка самая сложная для понимания и восприятия. Но когда вы посмотрите или прочитаете уже вторую часть, вам откроются глаза. Вторая часть очень легко и доступно написана. И я постарался также максимально доступно донести ее до вас во второй части. Третья часть понравится большинству, потому что в ней будет больше практических советов, рекомендаций. Ну что, вперед. Для начала убавьте звук, потому что сейчас пойдет что? Правильно, моя мощная заставка. Увидимся в тренажерном зале. Приятного просмотра. Думайте всегда головой для того, чтобы ваше тело было прекрасным сосудом для вашей души. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы с вами уже знаем из предыдущих роликов, что нам нужно 2-3 инсулиновых выброса в течение дня. Один из которых должен приходиться на время сразу после окончания тренировки. Силовой и, естественно, после того, как вы закончили делать интервальное кардио. У инсулина в течение дня в нашем организме происходят естественные колебания его уровня. Он понижается к вечеру и остается низким на протяжении всей ночи. Так что, если мы хотим жечь жир и одновременно растить мышцы, нам следует придерживаться естественных суточных колебаний инсулина в организме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, я хочу вам напомнить, что рост мышц, сжигание жира происходит как раз-таки в ночное время, когда мы спим. И те, кто этого не понимает, те, кто нажирается на ночь, те, кто ест непосредственно перед сном, или даже те, кто ест за 2 часа до сна, но молочку, тот нарушает весь этот процесс. Потому что поднимается инсулин, естественно, понижается гормон роста. И все то, чего вы ожидаете от своего тренинга, от всех усилий, которые вы вкладываете в свои тренировки, в подход к грамотному, полноценному питанию, сводится на нет. Вы не видите никакого результата. И все списываете на то, что вы натуральный атлет, что только химики добегаются успеха. Но это неправильно. Следуя данной схеме, нужно придерживаться таких правил. Первое. В первой половине дня мы делаем 2-3 высокоинсулиновых приема пищи. Второе. 2-3 низкоинсулиновых приема пищи во второй половине дня. Но хочу подчеркнуть следующую важную деталь. Первый прием пищи тоже не должен провоцировать на резкий скачок сахара крови. Это очень важно. Не нужно поднимать уровень сахара крови высоко, сразу после пробуждения. Обратите на это особое внимание. Как же это должно выглядеть на практике? Итак, берите ручку и записывайте. Первый прием пищи. Это медленные углеводы и быстрые белки. 50 на 50. Белки желательно без жира. Второй и третий приемы пищи. Это углеводы. 60-70%. И белки. Также желательно без жира. Где-то 40-30% белка. Четвертый и пятый приемы пищи. Это медленные белки плюс жиры и салаты. Зелень в любом неограниченном количестве. Шестой прием пищи. Последний прием пищи. Это медленные белки без жира. Плюс любая зелень в любом количестве. Вот как нужно питаться в течение дня. После тренировки лучше всего принимать коктейль из BCA. BCA по-русски. И гидролизированного протеина. Плюс простые углеводы. Лучше всего подойдет банан. Все мы его любим и используем. Это поможет быстрому восполнению гликогена в мышцах. Ускорит синтез белка. Как раз таки за счет высокого скачка инсулина. И поможет повысить чувствительность к инсулину в мышечных клетках. Не давая повышаться в жировых. Особенно это важно тем, кто легко и быстро перетренировывается. И медленно восстанавливается. А таких из нас большинство. Конечно, процесс накопления гликогена печенью будет происходить еще долгое время. Но, друзья, повторюсь. Это другая история. Природа специально обеспечила неконтролируемый синтез инсулина. Чтобы организм запасался топливом про запас. Ведь, как считают ученые, наши предки не так часто ели углеводную пищу. Именно поэтому, поев углеводов, мы запускаем древнейшую реакцию выброса инсулина. Наверняка эта реакция эволюционная. Если действительно действовать на обум, то эволюция будет на стороне жировых клеток. Которые, как известно, служат резервными складами. И с легкостью принимают к себе все больше и больше жира. На черный день. Как говорится про запас. И этот процесс при постоянной подпитке сахара, глюкозой, необратим и неизбежен. Поступая в кровь, инсулин преобразует сахар в гликоген. Быстро насыщая печень и мышцы им. А затем все лишнее преобразуется в жиры, которые идут нам под кожу. Смотрите. Если мы постоянно переедаем, к тому же углеводами, да еще и быстрыми. Инсулина выделяется больше, чем нужно. И через полчаса, максимум, вы снова голодны. Вот так вырабатывается низкая чувствительность к инсулину в мышечных клетках. Но весомо поднимается в жировых. При всем при этом мы постоянно будем чувствовать слабость и сонливость. Снижается умственная и физическая работоспособность. Мы попадаем в замкнутый круг. И мозг заставляет нас снова и снова съесть что-то углеводное, сладенькое. Вот почему простые сахара называют пищевыми наркотиками, пищевым мусором. Как много из нас чувствуют такие симптомы. И медицина сейчас даже придумала специальный термин – хроническая усталость. Но это не то, что мы думаем, что мы с вами не досыпаем, не доедаем. В большинстве случаев все дело, как вы уже догадались, в безграмотном отношении и подходу к питанию. Задумайтесь, сахар, как и кокаин, является растительным экстрактом, очищенным до химически чистого состояния. При котором отсутствуют все – витамины, минералы, клетчатка, белки. А в недавнем журнале «Айронмен» от августа 2016 года описывается исследование, которое показывает, что резко понижается уровень тестостерона от приема сахара. Услышали? Испугались? Забыли про сахар? Я еще хочу рассказать вам о фруктозе, которая, в отличие от глюкозы, может самостоятельно, без помощи инсулина, проникать из крови в ткани. Это фантастика. Часть ее попадает в клетки печени, где она превращается в глюкозу. Поэтому она также может повышать уровень сахара крови. Но в меньшей степени, чем другие сахара. Но фруктоза быстрее глюкозы превращается в жиры. Фруктоза является одним из звеньев биохимической цепной реакции, приводящей к увеличению массы тела, не за счет мышц, предшествуя развитию сахарного диабета по второму типу. Она повышает уровень мочевой кислоты в крови, снижая активность инсулина. А частые такие повышения приводят к метаболическому синдрому, включающему ожирение, повышенное давление и много других проблем. Фруктоза – натуральный сахар, который содержится во фруктах. В печени перерабатывается не в гликоген, который идет на восстановление энергозатрат мышечной работы, а в жир. Некоторые фрукты, такие как апельсины и виноград, содержат как фруктозу, так и глюкозу. Попадая в организм, фруктоза минует особый энзим – фруктокиназу-1, который несет ответственность за переработку поступающих в организм углеводов, в энергию, и решает, во что превратить полученные углеводы – в гликоген или в жир. Комплексные углеводы, такие как овсянка, макароны, дикий рис, попав в организм, превращаются в основном в гликоген. И в этом виде откладываются в печени и мышцах. Происходит это до тех пор, пока в запасниках нашего организма будет оставаться свободное место. И лишь затем эти углеводы начнут перерабатываться в жир. Согласно научным данным, человеческий организм способен отложить про запас порядка 250-400 граммов углеводов в форме гликогена. Фруктоза же печень почти полностью превращает в жир, который, попадая в кровь, немедленно впитывается жировыми клетками, то есть откладывается к нам под кожу. Но и это еще не все прелести фруктозы. Поступая в кровь, глюкоза обычно беспрепятственно проходит через печень. Этот своеобразный фильтр организма и направляется оттуда прямиком куда? К мышцам. Но если часть полученной организмом фруктозы попадает в печень и превращается в гликоген, то наш мудрый организм сам скажет «стоп» любым другим поступающим углеводам и заблокирует их поступление. Как в печень, так, соответственно, и в мышцы через эту самую печень. В итоге, невостребованные комплексные углеводы превратятся не в драгоценный мышечный гликоген, который способен обеспечивать мощный прилив энергии, а в ненавистный всеми нами подкожный жир. В исследовании, опубликованном в журнале «Гипотология», крыс накормили сахарным раствором, содержащим в одном случае глюкозу, в другом – фруктозу. Кормление крыс фруктозой привело к двум серьезным последствиям – увеличению выработки жиров в печени и уменьшению эффективности белкового лептина. Помимо другой функции, лептин отвечает за жировой обмен. Исследование выявило, что некоторые негативные свойства фруктозы были результатом ухудшения функции рецептора, известного под названием альфа-полифосфорная кислота. Этот рецептор присутствует в теле человека, и активность у человека меньше, чем у крыс. В результате один из авторов исследования предположил, что эффект действия фруктозы на человека должен вызывать еще худшие последствия, чем те, которые наблюдались у крыс. Похоже, что имеются все основания полагать, что употребление фруктозы может содействовать росту процесса ожирения, наблюдаемого сейчас во всем мире. Поэтому фруктоза не считается здоровой пищевой добавкой. Употребление большого количества прохладительных напитков, содержащих фруктозу, в большей степени способствует ожирению чень применения других подсластителей. Даже если вы снизите общий дневной рацион, но будете пить фруктозу, содержащуюся в напитках, наше тело будет увеличиваться за счет жировой ткани. Это медицинский факт. И где же приверженцы колоража дневного? Доказано также, что некоторые гормоны, которые реагируют на глюкозу, лептин, инсулин и другие, не выполняют своих нормальных функций при употреблении фруктозы. Появление ожирения объясняется не только высокой калорийностью фруктозы, но и изменениями метаболизма, способствующими накоплению жира. Давайте возьмем два апельсина. Один съедим, а другой употребим в виде свежевыжатого сока, который попадает в желудок, затем в кишечник, содержащаяся в нем фруктоза, мгновенно превратится в глюкозу. А тот апельсин, который мы съели, вынудит организм затрачивать время и усилия на излечение фруктозы и поступление ее в кровь. Не будет таким быстрым, как в случае с соком. А инсулин будет выделяться, как вы понимаете, медленнее и понемногу, для утилизации образовавшейся впоследствии глюкозы. Видите, друзья, как казалось бы незначительные и на первый взгляд неважные нюансы сильно влияют на инсулиновый выброс и, соответственно, на организм в целом. Друзья, я поделился с вами уникальной информацией, при помощи которой вы только сами сможете направлять свой организм на путь истины, уменьшая жировые запасы и увеличивая мышечную массу. Удачи всем! Увидимся в следующих видео! Я всегда стараюсь дать вам информацию в таком виде, чтобы вы спокойно могли сами ориентироваться во всем и составлять себе программы питания, тренинга. Для тех же, кому лень или нет времени разбираться во всем этом, пишите мне в личку, в контакт, и я составлю вам подробный план тренинга и питания. Естественно, за определенную сумму. Подскажу, когда и какое кардио делать. Но напоминаю, что изучая мои видео и уроки, которые я даю в своих статьях, вы можете спокойно, самостоятельно и совершенно бесплатно делать все это. Также море бесплатной информации по тренингу и питанию вы можете найти на моих ресурсах. На моем сайте hmgym.ru, в моей открытой группе ВКонтакте, на Фейсбуке, в Одноклассниках и на данном видеоканале. Мой инстаграмм hmgym. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok